Так, девочки, всем привет! Я сейчас приехала в магазин. У нас сегодня день рождения у моей свекрови. Мы сегодня попозже идем к ней в гости. И мне надо кое-что подкупить для ее подарка. Вообще мы будем дарить деньги, потому что, знаете, у нас... Ну, мои свекры, они такие люди, у которых все есть. И реально вот нам, ну, дарить подарки им каждый раз, это просто... Ну, вот мы в ступоре, не знаем, что дарить. Ну, естественно, мы дарим денежку, да, и то, что им надо, чтобы они сами могли купить. Но все равно в любом случае какой-то элемент внимания тоже хочется добавить. У моей свекрови она любит заниматься, у нее хобби, она очень любит садоводство. У нее очень красивый сад. Сегодня, когда мы туда пойдем, я сниму вам ее сад. И вот она любит там копаться, красиво украшать вот это все. Ну, мы обычно дарим что-то для сада, какие-то статуэточки, какие-то лампочки, что-то такое. Или же свечки она любит. Вот я сейчас приехала в Майклс, тут продаются свечки. Я в прошлом, в одном из прошлых влогов вам показывала, я купила себе. Это, наверное, вторые свечки после Bath & Body Works, которые реально пахнут, и пахнут очень нежно. Вообще все запахи обалденные. Сейчас пойдем. Матвей уже неделю готовится к ее дню рождения. Он взял какой-то кулек, добрая моя душа, собирает туда какие-то печенье, какие-то свои игрушки кладет, типа подарок собирает, хочет ей подарить. Ну, я подумала, что, чтобы ребенок что-то подарил, надо пойти, свечку купим. И он от себя как будто бы это подарит. Этот влог у нас будет очень насыщенный. Я сниму, и как мы сходим на день рождения, и сейчас по магазину. И потом вообще в этом влоге нас ждет много чего интересного. У меня камера запотевает прям вообще ужас какой-то. Все, в общем, мы пошли. Девочки, ну не могу каждый раз вам это не снять. Ну вы просто посмотрите на это. Ну какая же нежнятина, какая красота. Хочется купить все. Посмотрите на этих зайчиков. Они вообще в корзиночке сидят. Какая прелесть, боже. Мне противопоказано ходить по магазинам в преддверии праздников. Потому что это декор. Ну поднимай, давай теперь клади все на место. Посмотрите, какой красивый венок на дверь. Это что-то просто нереальное. Сколько он стоит? Он вообще стоит 60 долларов. Но сейчас здесь все на 40% скидки. Очень красивый последний, кстати, остался. Так, что там ты нашел? А, вот так надо делать. Ой, Матвей, подожди, дай сфотографирую. Посмотрите, какие красивые на подарок, на Пасху. Можно подарить именные с буковками. Такие яички. Очень красиво. Нежно, нежно. Матюш, не убегай далеко от меня. Смотрите на это. Попка зайчикина. А, вот она и подушка моя. Представляете, лежит здесь еще. Меня ждет. Но она какая-то покоцанная чуть-чуть. Что ты там уже нашел? Вот это зайчик. На велосипеде едет. Матюш, господи, маленький. С зонтиком. А, какой маленький зайчик. Что это за зайчик? А, можно зубы чистить. Просто невероятная красота. Здесь есть разные такие развивашки для детей. Можно купить подделки всякие. Вот, смотри. Хочешь, вот это возьми, когда зайчиком будем украшать? Приклеим. Приклеим на стекло. Наклейки. Смотри, на. Возьми. Приклеим на стекло. Это не надо. Такая у тебя была, за 2 секунды поломалась. На, держи. На стекло приклеим. Покажи, что купили тебе. Краску. Краски купили, да. Похоже. Там есть кисточка, посмотри. Да, есть, вот кисточка. У нас дома еще есть кисточки. У нас много кисточек есть. Давай, пошли за этим. За, как он называется, за свечкой. Надеюсь, здесь есть эти свечки, потому что я в прошлый раз в другом филиале купила. А, вон они, я их вижу. Вот они, эти свечки. Они просто нереальные. Вот мимоза и гранат. У меня вот такая. Смотри, вот нюхай. Вот такую же купим, бабуля, как у нас. Нюхай, матюш. Нравится такая? Ты будешь дарить. Здесь, вон их сколько разных. Это шербет. Ягодный. Подожди. Гуава и грейпфрут. Мистическая орхидея. Лаванда. Так, берем давай вот эту в гранат. И мимозу. Шикарно просто пахнет. Матюш, иди смотри, что купим. Здесь такие покраски для яиц. Пасхи разные. Смотри, матюш, купим вот такой. Будем яички, когда красить. Смотри, будет вот такой спаркл. Под ними что-то там уронил. Девочки, я сегодня ношу Juliet Has a Gun Last for Sun. Это новинка, по-моему, то ли прошлогодняя, то ли 22-го года. В общем, относительно новый аромат у Juliet Has a Gun. И это, конечно, лето. Лето во флаконе, тропики. Коктейль пина колада. Вы лежите в гамаке на берегу Лазурного моря. Пальмы со всех сторон. Вы лежите, покачиваясь в соломенной шляпке. У вас в руках коктейль пина колада. Прям в кокосе. Вот так это пахнет. Это прям тропический рай. Такая, знаете, нега. Когда я его купила, и вообще на мне ароматы Juliet Has a Gun, они вообще нестойкие. Вот они слетают с меня, ну, не знаю, за полчаса. Этот был тоже, в принципе, таким же. Очень быстро слетал. Но вот он настоялся. Где-то, не знаю, сколько, когда я его покупала. В прошлом году я его купила. Он настоялся. Я про него вообще забыла. И вот сегодня я его нанесла. И вот сколько я уже хожу с ним? Два часа. И я его слышу. Я его прям и от волос такой идет, знаете, шлейф дымка. Настоялся, может быть. Но не знаю, вот сейчас буду тестить. Посмотрю, сколько часов он продержится. Но такой красивый. Вот прям лето во флаконе. Отпуск, знаете, отпускной, тропический. Здесь такие ноты. Кокос, франжипания. Молочный такой, знаете, такая вот сливочность, молочность, цветочная. И цветы именно такие тропические. Очень классный. Напишите, знакомый с ним? Он такой сладенький еще стал. Но именно сладость вот такая, знаете, она не конфетная, не ванильная. Она вот именно сладость от тропических фруктов и тропических цветов. Вот прям просто вот по-другому не скажешь. Сейчас забежала в ульту. Смотрите, здесь от Essence есть вот такие блески. Я что-то их раньше даже не замечала. Смотрите, как красиво переливается. Мне кажется, это прям конкурент этому мебели. Ну, вот этому Ice, который я беру. Хочу взять, попробовать. 3,99 стоит. Здесь еще есть матовые, смотрите. Тоже красивый цвет. Это прям такое молоко. Интересно, как это на губах выглядит. Хочу взять вот этот. Это номер. Сейчас вам скажу. Вот. 8 Gold Dust. Очень интересно. Обожаю вот эти шиммеры у ColorPub. Какие же они красивые. У меня есть парочку от них. Здесь вот они разные. Сейчас не хочу открывать, делать свочи. Но, поверьте мне, они светятся нереально. Вот даже в коробке видно. Привет. Так, давай клади все на место. Сейчас нас поругают. Вот, девочки. Вот этот я покупаю от Rihanna Fenty Beauty блеск. Вот он. Сейчас вам на свет покажу. Это Sweet Mouse номер 4. Вот я говорю, этот блеск, он прям конкурент ему. Посмотрите. И этот блеск стоит 21, а этот 3,99. Представляете? Посмотрите. Практически идентичны. Я поношу, скажу, насколько они похожи. Потому что вот этот от Rihanna блеск я обожаю. Уже два раза его покупала. Так, ну что. Купила я, значит, свечку вот эту. Взяла вот такой вот горшочек под цветы. Обалденный. Я уверена, она туда что-нибудь посадит для своего сада, огорода. И взяла вот такие тюльпаны. Девочки, это луковицы. Вот там они уже готовые. Уже там даже вот бутончики есть. Они распустятся. И потом их можно в землю посадить. И открытку взяла. Положим денежку в открытку. Мне кажется, очень даже хороший получится подарочек. Девочки, я вам недавно показывала вот эти патчи, которые я купила от корейского бренда. В общем, это патчи с вином. Они вот такие вот, как ватные диски. И когда я только их вам показывала первый раз, я тогда их только купила. И тогда еще использовала всего лишь одну штуку. А сейчас вот я уже пользуюсь на протяжении какого-то времени. И хочу вам сказать, девочки, что это нереально обалденные пэды. Не патчи, а патчи сказала. Это не патчи, это пэды. Они такие двусторонние. С одной стороны, у них значит, как марлечка. Это первый шаг. Вы сначала протирайте. Я не скажу, что она какая-то грубая. Или что она вот прям работает как скраб. Нет, тоже очень мягко. Но в этом, в принципе, и есть суть пилинг-пэдов, что они мягкие, они как ватные диски. В общем, сначала вот этот первый шаг делаешь. А потом переворачиваешь этот пэд. И с другой стороны уже там такая мягкая, как губочка. И протираешь вот вторым шагом вот этой другой стороной. Я хочу вам сказать, что у меня кожа стала... Я, честно говоря, не знаю, честно, на что думать, что так обалденно влияет на мою кожу. Но я грешу на эти пэды. Потому что у меня нереально стала мягкая кожа, как у младенца. Она все время, даже когда я без крема, какая-то увлажненная, мягкая. Вы знаете, как персик. Вот такая вот трогающая. Она прям бархатная. Я много чем пользуюсь. Честно говоря, не знаю, может быть, не от них такой эффект. Но мне кажется, что от них. Еще у меня только что закончилась вот эта сыворотка из Телаудер. Advanced Night Repair. Я думаю, что, может быть, от нее тоже кожа обалденная. Или, может быть, от сочетания этих пэдов и этой сыворотки. Потому что сама по себе эта сыворотка, она очень крутая. В общем, что-то из этих продуктов очень-очень обалденно влияет на мою кожу. Но вот эти пэды я вам от души советую. Девочки, у кого есть отделы с корейской уходовой косметикой, наверняка такие вот пэды там будут. У них три вида. Одни, по-моему, еще с лимоном. Они, наверное, осветляющие. Потому что витамин С с вином и какие-то были еще. Я не помню. Если я вспомню, я вот здесь вот в видео напишу. Но вот реально рекомендация. От души советую попробуйте. Вот эти с вином вообще огонь. Так, девочки, мы уже выдвигаемся на день рождения. Я тут подключилась, чтобы вам показать свой лучок. Я сегодня решила надеть в своем платье комбинацию. Не знаю, как вам будет видно. Просто обожаю это платье. Не так часто подворачивается повод его надеть. На ноги я надеваю мули, свои любимые, с H&M. И еще я набрасываю жакетик. Там, возможно, его сниму. Вот такой лучок. Что касается Juliet has a gun, я посчитала, сколько он продержался. Я нанесла его в 10 утра. Сейчас у нас 3 часа дня, начало 4-го. И вы знаете, он, в принципе, на одежде, на той, которая была на мне с утра, я только что переоделась, он продержался. И вот каждый раз, когда включался кондиционер, на меня вот этим воздухом начинало дуть, он прям, я его чувствую, он прям возрождался. Немножко такой, есть шлейф, как бы облако вокруг. И сама от себя я его чувствую. И я думаю, что если кто-то ближе подойдет, тоже услышат. Вот, так что я думаю, что он настоялся, потому что в прошлом году он вообще, там, не знаю, полчаса держался. Вот, сейчас я думаю, я надену что-то другое в плане духов. Или же обновлю его, так как у меня уже волосы им все равно пахнут. Вот так. Ну что, все, мы выдвигаемся. Так, девочки, все-таки я передумала и нанесла свою любимую делиночку-эксклюзив. Буду сегодня пахнуть делиной. Вау, посмотрите, какой у меня макеточка красивый. Иди сюда, я тебя сфотографирую. Вот здесь встань, покажи свой наряд. Вот здесь. Вот такой у меня чувачок. Ну сейчас весь будешь в пузырях мыльных. Красавчик. Мы с ним, кстати, сегодня подходим по цветовой гамме. Нам надо с тобой сфотографироваться. Мы с тобой, смотри, какие одинаковые. Вот у нас такая... А, это гусь. Птица. Птица, да. Обалдеть просто. Летала-летала. С апельсинами. С апельсинами и за его. Обалдеть просто. И с каштанами. Внутри? Вау. Здесь у нас уже стол накрытый. Сейчас будем кушать. Матюша здесь играется. Сад. Так, ну что, показываю вам обещанный сад. Девочки, я каждый раз, когда сюда прихожу, я не знаю, может быть, кто-то помнит игру лет 13 назад. Очень была популярна райский сад. Когда там задание выполняешь, и свой садик оформляешь всяким декором, растениями. Вот каждый раз, когда я сюда прихожу, мне вот этот сад напоминает райский сад. Посмотрите просто на вот это все. Каждый раз здесь она все переставляет, меняет местами. Здесь вот такая беседка. Здесь водичка для птичек. Там тоже такой палисадник небольшой со всяким красивеньким декором. Сейчас просто ничего не цветет. Сейчас зима, по идее, да, а летом здесь вообще такая красота. Все цветет, расцветает. Здесь солнышки сидят, улиточки разные. Здесь еще продолжение скамеечка. Нужно посидеть. В общем, вот так, красота. Это порча, здесь можно сидеть. Комары, никто туда не залетит. И вон там мой сын тыкает мне пальцем. Ну, еще один. И вот порча внутри. Здесь так можно посидеть, на качельках покататься. Так, девочки, я уже пришла с гостей. И вы не поверите, я пришла с подарками. В моей свекрови. Как вы знаете, девчонки, у меня моя свекровь работает в парфюмерном магазине с нишевыми ароматами. И у них, знаете, такая система... Блин, я платье засрала себе. У них такая система, что они могут там на какие-то определенные баллы, да, накапливать себе баллы и брать себе духи. И я попросила ее где-то два месяца назад, что ли, что я хочу один аромат, о котором я просто мечтаю, я им брежу. Но он очень дорогой, и купить я его себе, конечно, ну, не могу позволить. И все это время, вот два месяца, она накапливала эти баллы и взяла мне этот ароматик. Девочки, боже, боже. Делайте свои ставки, что это за аромат. Я знаю, что у него много нелюбителей, кто его не любит, не понимает. Но я его обожаю. Сейчас я вам покажу. Та-дам! Это Amouage Guidance. Боже, как же я его хотела. Девочки, вот убейте меня, что хотите, говорите. Но мне этот аромат похож на флорайку One Umbrella For Two. Я знаю, что у них даже по нотам нет ни одной схожести. И ни один, наверное, человек на свете со мной не согласится, что они похожи. Но для меня это тоже самое направление. А так, как я уже не раз рассказывала в своих обзорах, что One Umbrella For Two от флорайку я не покупаю, потому что он на мне не держится вообще. Не знаю, вот нет у него стойкости. А этот, я его тестила, у меня был пробник, я его относила, этот пробник. Он неубиваемый. И, конечно же, блин, он у меня теперь есть, девочки. Ура! Кому-то он рассолит. Кто-то говорит, что он пахнет рассолом. Мне это... Мне это красота. Вот такая вот у меня появилась новинчика. Ура! Она мне еще здесь кучу всего надарила. Смотрите, это вот такая вот коробочка с миниатюрами от бренда Диптик. Тут пять тревел-версий. Вот они. Это их самые такие бестселлеры. Самые их знаменитые ароматы. Досон. Я даже не знаю, как они произносятся. Роуз. Филосикос. Не знаю, не хейтите меня. Я не знаю, как вообще эти названия производить. Арфион. И флор-де-пуи. Боже. Так. И еще вон там целая куча пробников. Мишаны. Смотрите. Туби Роуз. Амбра Калабрия. Ани. Из всех этих ароматов я знакома только с Ани. Хадживат. Тоже бестселлер. У них я не была с ним знакома. Амуаж какой-то. Пёрпос еще. Я тоже знаю. Это новенький. Еще от Крида. Крид. Это какой аромат? 1760. И еще вот такая вот тушь от Шанельки. Ой, девочки, я не верю, что я теперь обладательница гайданса. Боже, как же я его хотела. Я вообще вот при первом затесте его, я когда его к носу поднесла в магазине впервые, я говорю, да это же зонтик. Я залезла на фрагрантику, стала читать ноты, стала читать отзывы. Его не сравнивают с зонтиком. И там, по-моему, один всего лишь был какой-то отзыв, где писали, что он там в начале, немножко отдаленно напоминает зонтик. И все, больше никто его с зонтиком не сравнивает. Но мне он, это тоже самое направление, вот честное слово. Вот то, что здесь он рассолит, или может быть там есть, не знаю, что мускус там есть или нету, честно говоря, я ноты не проверяла. Но потом я еще относила целый пробник, два миллилитра. И я просто, мне снесло от него бошку. Я думала, если он у меня не появится, я просто сойду с ума. И он у меня теперь есть. Так, ну все, вот они были мои подарочки. Девчоночки, всем привет. У нас сегодня суббота. И мы сегодня решили поехать на природу, к водичке посидеть, свежим воздухом подышать. Сейчас заехали купить что-нибудь покушать. Я вот сейчас куплю себе сэндвич. У нас есть такое место, называется Subway. Здесь, типа, ну здоровое, healthy. Нужно купить сэндвичи. Тут такая система. Стоишь и вот выбираешь сам, что ты хочешь. То есть сам составляешь себе сэндвич. Выбираешь, какой хлеб, выбираешь, какой сыр, какую начинку и так далее. Беру темный хлеб, черненький, из муки грубого помола. И вот здесь такие начиночки набираешь. Тут есть индейка, мясо, курица. Кукомбер, томатки, лепестки. И пакет. Солд-пепер и ханни-мастер. Так, ну все. Купила себе сэндвич. Сейчас мы заедем в другой ресторан. Стас хочет себе что-то другое варять. И мы тушим тоже. И тебе тоже, конечно. Макс сегодня с нами ехать отказался. Так что мы тусуемся втроем. Привет всем. Слава Богу, постаралась. Привет. Там мне пишут, а почему ваш муж не здоровается? Так странно. Это так странно. Вы снимаете видео, а ваш муж не здоровается. Муж за рулем постоянно. Дело в том, что я снимаю не мужа, а себя. Муж просто как бы случайно в кадр попадает. Он, честно говоря, не очень хочет как бы быть вообще в моем влоге. Но когда у тебя жена блогер, приходится иногда попадать в кадр. Мы сейчас едем в наш любимый парк. Там, во-первых, всегда прохладненько. Даже летом, когда у нас везде жара, там очень такой холодненький бриз всегда, что даже прям вот хочется что-то набросить, какую-то жакетку. Сегодня у нас холодно и без этого как бы, да? Не знаю, как будет там. Мальчишки взяли с собой еще борт, доску вот эту с веслом, чтобы на ней покататься. Ну, не знаю, насколько Матвей сможет в воду зайти. Насколько не замерзнет, посмотрим. Так, ну что, мы приехали в парк. Парк выглядит вот так. Здесь и пальмочки, и деревья, беседки. Мы тут обычно детские дни рождения делаем. Там есть детская площадка. И здесь прям водичка. Лопатка? Сейчас папа принесет. Эти красивые эти яхточки здесь стоят. Гамачок папа сейчас нам повесит. Кому это нам? Тебе. Мне. Тебе. Тебе нет. Ты там сильно проваливаешься в нем. Ой, как же хорошо морским воздухом подышать. Ммм, прелесть. О май гад. Ну и ничего себе у тебя пицца. Это пицца больше, чем твоя голова. Ты думаешь, она в тебя влезет вся? Еще жалуется, говорит, only one pizza. Кушай, посмотри, какая большая. Вот так и было. Больше, чем ты. Вау. Вкусненько. Да, вкусно. Еще что папа там тебе дает? Фрайс. Фрайс? Ханни мастер. Ханни мастер нет у киса. Вот он мой сэндвич с рыбкой. Это тунец и всякие еще вкусняшки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мальчишки там плещутся в воде, а мне настолько холодно, что я в жакетке сижу. Здесь в тени вообще от пальм падает тень и просто дубак. Ветер такой холодный. На солнышко, когда выходишь, еще более-менее тепло, а в тени очень холодно. Расскажи, что ты делаешь? Баблсы. Баблсы? Ничего себе. Они сами сейчас будут падать, да? Да. Когда наберутся до конца, тогда будут падать? Не-не-не, подожди, они сами отпадут. Они когда наберутся, они сами отпадут. Подожди, жди, жди, жди. Они сами будут падать. Вот, видишь, начинают. Ой, ой, господи. Мы пришли в беседку. Здесь такая двухэтажная беседка, какая-то смотровая, что ли. Отсюда красиво видно. Вид обалденный. Матвей нас сюда притащил. Вот в этой беседке мы были. Вон. Как далеко ходили. Продолжение следует.